Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира в студии Любовь Курьянова. О самых интересных событиях этой недели вы узнаете из репортажей наших корреспондентов в этом выпуске. Жители Москвы отметили день рождения столицы. В Манеже прошла международная книжная ярмарка. Патриотическая выставка к 75-летию Победы открылась на Рубате. А сейчас более подробно об этих и других новостях. В первые выходные осени москвичи и гости столицы отпраздновали день города. В парках и музеях проходили мастер-классы, гуляния и необычные представления. В центре главных событий успела побывать наша съемочная группа. Музейная Москва. Под такой темой в этом году прошли праздничные мероприятия ко дню города. Гости и жители столицы могли бесплатно посетить музеи, прикоснуться к знаменитым экспонатам на районных площадках и попробовать настоящее путешествие во времени. В городских парках проходили занимательные тренинги, интеллектуальные игры, а также настоящие исторические реконструкции. Например, гости Измайловского парка увидели ключевые события Отечественной войны 1812 года. Здесь с помощью декораций и театрализованных сцен удалось воссоздать атмосферу военного времени. Посетителей парка Зарядье ждал удивительный двухневный фестиваль современной музыки и показ работ участников Московской арт-премии. Этот конкурс поощряет молодых художников, музыкантов и деятелей культуры, которые создают авторские произведения о Москве. Множество очень концертов различных проходят. Самый крупный из них это в Лужниках, но сейчас мы в Заряде, в отличном парке атмосферном. Замечательное место, во-первых, я тут первый раз, честно говоря, хоть я и москвич коренной, но вот недавно его построили, я думаю, ну надо сходить. А тем более еще концерт устроили бесплатный через Дня города, я думаю, почему бы и нет. Ну и вот, собственно говоря, по билетам, замечательный концерт, с замечательными друзьями своими. Думаю, что все будет хорошо и день города отметим мы на ура. В этом году Золотоглавая празднует 873 года со дня основания. Традиция отмечать день города появилась в 1997 году. Именно с тех пор праздничные мероприятия стали проводить регулярно в первую субботу сентября. Портреты участников Великой Отечественной войны теперь украшают Центральную улицу Москвы. Патриотическая выставка «Они сражались за Родину» стала еще одной вехой в творчестве народного художника Советского Союза Александра Шилова. Легендарные разведчики, ветераны войны и герои Советского Союза предстали в особой коллекции художника Александра Шилова «Они сражались за Родину». В год 75-летия Победы эта выставка продолжает нести дань памяти и благодарности тем, кто прошел Великую Отечественную войну и отстоял честь своего государства. Я хочу сказать, что людей, вот этих величайших людей, которые изображены на моих работах, здесь они не все, я начал чувствовать люденческий скаминь писать. Поэтому это не какой-то такой, знаете, выгодный пиан. Когда я учился в Сульковском институте, меня познакомили с водопианом. У него звезда, герой Советского Союза была номер три. Тогда были знаменитые попальницы, черюсковцы, освобождали героев севера. Он и воевал, и так далее. Довелось великое счастье писать его дома на даче в Купавле, где уже в последние годы его портрет. И вот с того момента, он немного расстал о войне, я начал писать этих великих людей. Среди портретов, которые представлены на выставке, особого внимания заслуживают деятели культуры, которые также принимали участие в боевых действиях. Это народный артист РСФСР Владимир Этуш, актер Евгений Матвеев и композитор Ян Френкель. Изначально открытие экспозиции должно было пройти 9 мая, но из-за карантина выставку пришлось отложить. Вернисаж приурочили ко дню города Москвы. Он прошел под открытым небом на одной из главных улиц столицы, в центре Арбата. В качестве почетных гостей пригласили ветеранов. Торжественное мероприятие вела знаменитый диктор и ведущая Анна Шатилова, а музыкальное сопровождение предоставил Центральный военный оркестр Министерства обороны. Экспозицию «Они сражались за родину» можно посетить на Арбате до 30 сентября. Ценители литературы, современные писатели и деятели культуры вновь встретились на международной книжной ярмарке. Акция прошла в Москве уже в 33-й раз. Гости слушали лекции, общались с литературными экспертами и узнавали больше о хороших книгах. О литературных новинках расскажет моя коллега по совместительству поэт и писатель Евгения Фахурдинова. В самом центре столицы, в выставочном зале «Манеж», прошла Московская международная книжная ярмарка, представ в этом году одновременно в двух форматах – офлайн и онлайн. Презентации долгожданных новинок, встречи с авторами, мастер-классы и публичные лекции собрали десятки тысяч благодарных слушателей. Свою продукцию представили свыше 300 издательств из разных регионов России. На стендах можно было найти несколько десятков тысяч наименований книг на разных языках и на самые разные темы. Также на ярмарке состоялись встречи с большинством топовых русскоязычных авторов, представленных издательством АСТ, среди которых были Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Дина Рубина и Эдвард Родзинский. Что касается людей, то люди всегда ходят, ищут знания, ищут Бога познания, познания самого себя, познания мира. И поэтому люди всегда будут интересоваться серьезными книгами. Благодаря издательству АСТ посетители ярмарки также встретились с Мариной Зудиной, актрисой театра и кино, народной артисткой России, женой народного артиста СССР Олега Табакова. Центром обсуждения стала книга «Моя настоящая жизнь», посвященная жизни и творчеству Олега Павловича. Это переиздание уже публиковавшихся мемуаров знаменитого и всеми любимого актера, в основу которых легла серия искренних и проникновенных интервью. Кроме того, Марина Вячеславовна поделилась с аудиторией личными воспоминаниями о супруге, ответила на вопросы зрителей о семейных привычках, профессиональных и творческих взглядах покойного артиста. Олег Павлович только сам рассказывал, что это, наверное, открытие не из книги, просто я, например, к сегодняшней встрече просто перечитала его вводные слова и то, что писал Анатолий Миронович Смелянский. И просто это еще раз какое-то для меня открытие человека огромного масштаба, я так скажу. И из прикосновения с этим человеком была одна книжка про Олега Павловича, она называлась «Сприкосновение к чуду». Вот я, наверное, так могу сказать, это «Прикосновение к чуду», потому что мы в нашей повседневной жизни разучиваемся так размышлять о жизни и говорить, как он это делает в своей книге, при этом очень простым языком. Поэтому каждый раз для меня это открытие, это уходит из нашей жизни. То есть мало людей, мысли которых там не так уж интересны, или то, как они рассказывают. Ну, если мы не берем там художественную литературу, я имею в виду, кажется, так, мемуар «Современник». В рамках ярмарки было представлено несколько разделов, посвященных художественной детской и образовательной литературе. В детской программе было также много встреч с легендарными авторами, а также игр и дискуссий. Особое внимание уделили рисованным историям. Среди гостей ярмарки было и крупнейшее региональное издательство России «Феникс». В рамках своей презентации они познакомили посетителей с книгами из серии «Удивительная Русь». В частности, с одним из его авторов, публицистом, кандидатом психологических наук, доцентом Жанной Андреевской. Свою миссию Жанна видит в том, чтобы провести своих читателей сквозь призму исторических событий страны, открыть возможность войти в целостный и самобытный мир русской культуры, дать возможность понять сакральный смысл праздников, обрядов и уклада жизни наших предков. В ее авторском блоге более 100 тысяч подписчиков. А это значит, что более 100 тысяч россиян из разных субъектов Российской Федерации и зарубежных гостей каждый день узнают о традициях русской культуры. Многие из них участвуют в открытых дискуссиях, дополняют, комментируют, дают высокую оценку и спорят между собой. Серия «Удивительная Русь» действительно удивительная, потому что она повествует о жизни и быти русского народа, начиная с X века и заканчивая концом XIX века. В первой книге «Сказы о жизни и быти русского народа» нашло отражение именно уклад жизни предков, то есть как они жили, как они рожали, умирали, выходили замуж. То есть описаны основные реалии жизни русского человека и русского народа. Главную награду «Книга года» в этом году, в первый день ярмарки, вручили создателям 20-ти томника Библиотеки литературы Древней Руси, сотрудникам из Пушкинского дома, начавшим работу еще при академике Дмитрие Лихачеве. Жюри, возглавляемое руководителем Роспечати Михаилом Сеславенским, выбрали лучшие из 400 книг, присланных на конкурс 20 издательствами со всей страны. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». В период карантина можно было провести время действительно с пользой. Например, как участники первого международного онлайн-фестиваля конкурса «Скороговорок». Дети и взрослые присылали видео-открытки со своими любимыми скороговорками и соревновались в ловкости между собой. Подробнее об акции в нашем следующем сюжете. «Скороговорчик скороговорил скороговорные скороговорки». Пластилиновая ворона собирает скороговорки. Так называется первый международный конкурс, который провел творческий центр «Артист» под художественным руководством Григория Гладкова. В период самоизоляции дети и взрослые со всего мира состязались в необычном творческом соревновании. В стороне не остались и семьи российских звезд. Акцию поддержала телеведущая и победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. «А топота копыт, пыль по полю летит. А ты?» «Проворонила ворона-вороненка». «Ну, отлично». Условия конкурса простые. Каждый участник выбирал любимую скороговорку, записывал ее на видео и отправлял свой материал кураторам проекта. Все работы размечались в социальной сети центра «Артист». «В этом году мы придумали и провели уникальный проект. Первый международный онлайн-фестиваль скороговорок, который называется «Пластилиновая ворона собирает скороговорки». Мы получили огромное количество заявок из России, Украины, Белоруссии, Франции, Италии, Швейцарии и даже из Америки. Это так здорово, что русский язык, русские скороговорки объединили такое количество людей в мире. Новый сезон международного фестиваля стартует уже этой осенью. Он будет проходить также в формате онлайн, поэтому у любого человека будет возможность поучаствовать и выиграть какие-то замечательные призы. Всю информацию вы можете посмотреть у нас на сайте артистки.ру, присылайте свои заявки, не бойтесь, дерзайте, вы талантливы. Говорит попугай попугаю. Я типа попугаю попугаю. Отвечает ему попугай 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 попугай. В этом году в акции «Диктант Победы» приняли участие более миллиона человек. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны смогли не только жители России, но и желающие из-за рубежа. О том, как памятную акцию поддержали в Египте, узнаем из репортажа Амиры Кхали. В Египте в акции приняли участие 40 человек. Диктант писали на четырех площадках. В Российском центре науки и культуры городе Каир, в Российском центре науки и культуры городе Александрия, в образовательном центре нашей традиции город Хургада и в Молодежном географическом клубе «Сахара» город Хургада. Именно на этой площадке писал диктант наш журналист Рами. Привет, Рами! Здравствуй, Амира! Как ты подготавливался к диктанту? Ну, я примерно где-то два часа сидел и читал про Вторую мировую войну, а потом уже в следующие полчаса где-то самые интересные о ней факты и важные. Какой вопрос был самый сложный? Ну, я не знаю, для меня все были сложные. Расскажи о своих впечатлениях. Мне очень понравилось то, что там все было организовано с дисциплиной. То есть, как только ты заходишь, тебе уже дают правила на этот экзамен, и если ты пришел пораньше, ты можешь даже немножко повторить. И то, что там тишина, телефоны сразу сдаются. То есть, очень хорошая дисциплина. Спасибо, Рами! Не за что! О самых интересных событиях в жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, заявки на участие в которой продлены до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте. Давайте делать новости вместе с телеканалом русского мира. Всего доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова